МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЛЬНЫЙ ГОСТЕПРИМНО отмечать памятные даты. Повод есть. Ровно 10 лет назад это объединение появилось в нашем городе. Возглавляет его майора Султанова. Женщина в представлении не нуждается. Ее можно увидеть на каждом мероприятии. Главный итог работы за минувшее десятилетие, по мнению майоры Айджановны, возможность передавать национальное наследие будущим поколениям. Я горжусь своим народом, потому что казахи, истинно, 28 панфиловцев защищали нашу родину, Москву защитили. Еще Архим Жан Кошкарбаев у нас есть такой герой. Он первый раз 30 апреля водрузил флаг над Рейхстагом. Это отрадно, конечно, осознавать, что я представитель этого достойного, благородного народа. Сейчас в составе Тамаши порядка 30 человек. Их мало, но они в национальных костюмах. Принимают участие не только в городских мероприятиях, но и в международных форумах, таких как «Спасти и сохранить». Виновники торжества рады, что все больше молодежи желает проникнуться историческими корнями и обычаями своего народа. Молодежь подтягивается. У нас уже девочки, которые, ну, когда мы начинали, уже 10 лет прошло, они уже стали студентками. Теперь вот, например, моя внучка подрастает уже. И она уже тоже принимает участие в этих мероприятиях. Поздравить участников Тамаши с праздником пришли и первые руководители города. Вы всегда откликаетесь на все наши просьбы городские. Ну и мы стараемся, конечно, власть поддержать ваше начинание. Сегодня я от имени горожан всех поздравляю вас с юбилеем вашей организации. И желаю, чтобы у вас все было прекрасно и в будущем, и процветало. Одно из главных качеств, которые отличает казахский народ от других, это, конечно, хлебосольность и гостеприимность. Поэтому, если вы придете в казахскую семью, вас тут же накормят баурсаком, бешбармаком и пловом. А в это время в музей под открытым небом ханты разыгрывали перед лангипастцами медвежьи игрища. Нет, никто не превращался в хищников. Так называется один из главных праздников народа. Его проводят после сбора урожая. В этот день принято подводить итоги года, отгонять злых духов, угощать всех различными лакомствами. Погружали жителей и гостей города в мир северного этноса не только лангипастские ханты, но и их соплеменники из других городов Югры. Мне сегодня очень повезло, что я попала на такой красивый праздник. Даже вот солнышко вышло. И очень-очень радостно, потому что этот праздник – Международный день коренных народов. Так как мы являемся коренными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, то такие праздники нас очень, еще можно сказать, одухотворяют, потому что мы вместе собрались, встретились. Более 20 представителей самых разных родовых угодий, трехчасовая творческая программа, ну и куда же здесь без Северный Ухиев. Главная охранительница северных традиций в Лангипасе Маргарита Заяц каждый год старается призойти себя. Медвежьи игрища в нашем городе проходят уже в один из-то раз. Во-первых, у нас ежегодно запланировано Дни финно-уборских народов. Также мы делаем тетрализацию на медвежьи игрища именно в октябре. Мы подготовили пироги, плюшки, ухи наварили, чай на травах. Ну, как бы, вот все, что положено для гостей. В Лангипасе мы не первый раз, но вот конкретно на этой площадке первый раз. Нам очень понравилось, очень уютно. И именно вот, ну, такое ощущение, как мы в лес приехали к друзьям. Наши бабушки, дедушки еще с покон веков проводили такие мероприятия. И чтобы продолжение, оно как бы продлевалось долго и долго. Наши традиционные праздники, чтобы они объединяли многие народы. И, как бы сказать, мы могли показать молодому поколению наши традиции, праздники, наши рассказывания. В уикенд с национальным колоритом именно так можно описать прошедшие выходные в Лангипасе. Казахский народ, финно-угорский народ, их всех объединяет одно – гостеприимность и желание познакомить всех со своей культурой.